С радостью сообщаем, что новосибирские подводники стали вторыми на Кубке России. У нас в гостях один из них заслуженный мастер спорта Алексей Казанцев. Доброе утро. Горды признаться, что мы уже второй раз с ним встречаемся и с того он среди победителей. Ура! Вообще, наши подводники, насколько мне известно, новосибирские чуть ли не самые сильные в мире. Вот я сейчас так сказал. Ну да, в топе, можно так сказать. А кто нам конкуренты на международном уровне? На международном уровне сейчас подтянулась очень сильно сборная Германии. У них сильные представители сборной Колумбии, представители Кореи. Но там не вся сборная, там есть единицы, у которых, допустим, подводные дисциплины. У всех. Они, да, у них очень сильные, именно вот подводные успехи очень сильные. Расскажу. Плавание с аквалангом на 100 метров. В нем, в этой дисциплине Алексей занял первое место. Все правильно? Да. В плавании в ластах на 50 метров первое место. Ныряние в ластах в длину 50 метров второе. И плавание в ластах на 100 метров третье. Ну и да, очень такие весомые результаты. Рассказывайте, мы читали на сайте НЦВСМ 250 спортсменов из 26 регионов страны. Такая прям, ну атмосфера прям, скажем, очень... Да, сильнейший ответ России. Да. Очень, особенно учитывая, что российские клиенты самые сильные. И вот ты стоишь сильный среди самых сильных. Насколько... О чем вы думали тогда? Думали, что займете место какое-то весомое или нет? Какие ощущения? Ну, ощущения, ну, очень часто всегда... Каждый раз, как первый раз. То есть все равно идет волнение, все равно идет мандраж. Я считаю, что все равно должно быть немного волнения. Но главное в меру. Потому что если ты не волнуешься, это тоже ничего хорошего, значит что-то пойдет не так. То есть нужно, чтобы вот такой вот уровень адреналина поддерживался в короле. А знакомы лично были с соперниками? Ну, с основной частью, с большей, да. Но каждый год на соревнованиях все больше молодежи приезжает. И поэтому знакомых лиц как-то все меньше становится. Ну и как объективно молодежь? Сильная? Перспективная? Ну, есть. Есть. Выстреливают кадры. Потому что на дистанциях, на дисциплинах плавания в раздельных ластах к ролям. Там у них появился молодой спортсмен 2002 года. Который очень так серьезно напрягает членов сборной. То есть те, кто в прошлом году отбирался, те, кто в этом году отбирался, вот они как бы не ожидали встретить такого молодого конкурента. Угроза, да, для всех пришел новенький красавчик. Все такие, понятно, все. Подготовка всегда знаково проходит или это зависит от соревнований? Вот перед Кубком России насколько сильно выкладывались, когда начали готовиться, как это было? Подготовка зависит и от соревнований, и от того, в какой тренировочный цикл эти соревнования попадают. То есть, допустим, Кубок России, это считается обычно первый старт сезона, и к нему выходим мы после большой работы проделанной, начиная с ноября, декабря. То есть это такие первые старты, после того, как мы заканчиваем силовую работу в зале, время такое еще не всегда быстрое получается. А допустим, чемпионат России, который будет через месяц, чуть больше, там уже мы сделаем дополнительную работу именно на какие-то скоростные аспекты, и вот уже более конкретно будем выводиться к этому старту, более тщательно. То есть вы занимаетесь в бассейне, в тренажерке, бегаете, наверное? Бегаем, нет, велосипед обычно. А, велосипед, да. Мне интересно просто, что входит, какие дисциплины входят в подготовку? Ну, плавание. Это понятно, это понятно, что он не только наводил. Силовая работа в зале с железом, и вот велосипед или беговая дорожка. Но лучше все-таки велосипед, чтобы беречь суставы, не нагружать колени излишне, чтобы подтягивать именно сердечно-сосудистую систему, чтобы сердце тоже могло справляться с нагрузками. Что едят пловцы во время подготовки? Есть какое-то такое правильное питание, что-то вот нельзя именно пловцам? Вот от вашего вида спорта зависит питание, нет? Тут все индивидуально, кто как привык, кому как комфортнее, в каком весе работать. Ну, в принципе, едят все. То есть, чего-то такого, что прям вот нельзя, такого нет. Ну, понятно, что нельзя чипсы, это вредно, но все равно их все едят. Все равно едят. Нельзя много камней, иначе к одну пойдешь. Что дальше после чемпионата России? Я так понимаю, это ближайшие соревнования? Нет, ближайшие соревнования. Сегодня вечером мы уезжаем в Италию, на этап Кубка Мира будет. Да вы что? Вот это да. Прям сегодня? Обалдеть. Какой этап? Второй этап Кубка Мира будет. Ну, с вас брелок. Что там уже известно? Кто будет из конкурентов? Сколько их будет? Пока неизвестно, потому что этапы вещь такая непредсказуемая. Может приехать, не знаю, могут приехать именно какие-то основные конкуренты. Могут приехать, не знаю, могут странно привезти детей и вывезти, допустим, для выполнения разрядов. То есть, как бы, высокой конкуренции или маленькой окажется, как бы, этого не знаешь до последнего, пока не увидишь стартовые листы. Как-то странно, чемпионат мира. Этап Кубка Мира. А, это Кубок Мира, этап. И туда могут приехать профессионалы, а могут дети приехать. Нет, ну, дети, как бы, они тоже занимаются, но просто, допустим, удобнее вывести, условно говоря, там, сборной Венгрии, вывести удобнее, там, детей, допустим. Почему? Ну, потому что взрослые, например, сейчас у них какой-нибудь загрузочный цикл, они готовятся к, там, к чемпионату страны, а дети... То есть, это важнее, чем Кубок Мира? Ну, у всех разные приоритеты, то есть, на этапы главное набрать очки. Этап, этап, понимаешь? А потом осенью будет финал, и уже в финалах клубы уже борются именно за Кубок. Тоже в Италии или как-то это все в разных странах? Нет, это все в разных местах. А что это решает, интересно? Ну, подаются заявки, и вот из заявок уже лебедь, ну, примерно, да. А потом у нас, где-то через месяц, в начале мая будет чемпионат России, это будет отбор в сборную на чемпионат мира, который пройдет в июле в Белграде. И вот, как бы, на чемпионате России через месяц будет уже такая самая основная борьба. Месиво. Месиво, потому что попасть хотят все. И сколько, примерно, вот, чтобы мы понимали, таких кандидатов, которые хотят попасть? Ну, я думаю, на каждое место прям есть, наверное, может быть, человек 7, может быть, 10, которые могут попасть, и уже будет идти борьба именно... 7-10 человек на место, а мест всего? За каждое сотое. Мест всего 2, получается. Ничего себе. Ну, так-то, да, компашка набирается из сильнейших, довольно большая. Ну, сегодня вечером мы вам желаем, конечно, удачи. Неудивительно, что вы нашли время прийти, а сегодня вечером вылетаете в Италию. Круто! Итальянский давайте немножко подтяните там. Саша, может быть, у Алексея в идеале итальянский, откуда ты знаешь? Бонжорно, граци, бобене, чао, рогаци. Вы были в Италии, да, это тоже на соревнованиях. И что это были за соревнования? Ну, это два раза были этапы Кукамира, также в этом же городе. Давно? Что за город? Линьяно. Это под Венец, и буквально там 100 километров. На север, да? Да. Давно-давно это было? Это было года, наверное, 3 или 4 назад. И тогда вы победили? Ну, с медалями вернулся, да. После рекламы о других медалях поговорим обязательно. У нас в гостях заслуженный мастер спорта Алексей Казанцев. Сегодня вечером он улетает в Италию на этап Кубка мира по плаванию подводному. И вот, что интересно, наверное, как-то каждые этапы и каждое соревнование как-то отличаются. Программы разные, расскажите. Да, этапы отличаются от Кубков и чемпионатов тем, что обычно, допустим, на чемпионатах России, чемпионатах мира, Европы программа проходит в 4 дня. Утром проходят предварительные заплывы, вечером финальные. На этапах все очень компактно, все очень быстро проходит. Два дня обычно это всегда попадает именно на выходные. То есть такая пятница, день приезда, суббота, воскресенье, старты. Сразу идут финальные заплывы, и утром одна программа, вечером другая программа. Проплыли утреннюю, пошли пообедали, полчасика поспали, пошли на вечернюю программу. То есть в таком ритме два дня, и все, потом можно выдохнуть, маленько погулять. За что боретесь, что дадут, если вы победите? Медали, не знаю, похвалят. Похвалят? Сохранят зарплату. А секрет это какая зарплата у полца? У вас прям есть, как у всех людей, стабильная ежемесячная зарплатная плата? Да, у нас идет трудовой стаж, трудовая книжка. А где вы трудоустроены? Как называется? Это у мастеров спорта, правильно, да? Или нет? Ну, честно, не скажу, с какого периода это начинается. Да, вот я и хотел уточнить. Ну, сначала трудоустраивают дюшоры, там ставка спортсмен-инструктор, потом уже, когда растет мастерство, переводят либо в НСВСМ, Центр высшего спортивного мастерства, либо в Центр водных видов спорта, где вот сейчас я числюсь как спортсмен-инструктор. Круть. Так и не сказал сколько. То есть уже тренерской работой занимаетесь, получается? Нет. Ну, нет, пока получается, как действующий спортсмен выступаю. Но планируете? Ну, да, есть такие, закрадываются мысли. Ну, еще, наверное, рано об этом говорить. Тренерская деятельность начинается, я так предполагаю, тогда, когда заканчиваешь свою спортивную карьеру. Или все-таки нет, это можно совмещать? Ну, она параллельно как бы начинается. То есть есть какой-то переходный период, когда еще и плаваешь, и тренируешь. Ну, как бы уже все равно, чтобы были какие-то лучшие результаты, лучше чем-то, наверное, все-таки одним, на чем-то одном фокусироваться. В каком возрасте примерно заканчивается, скажем так, карьера плавца? У всех по-разному, как здоровье позволяет. То есть многие, там, в 19-20 заканчивают, потому что, там, допустим, ну, или не идет, или не нравится, или учебой больше занимаются, кто-то и дольше плавает. У меня 29 уже, как бы, пока плавается. То есть это считается, ну, так, уже старички, да? Ну, да, потому что, допустим, на том же Кубке России, там, в 80-х, там, до 90-го года рождения, буквально всего три человека. Все остальные, это 95-е младшие, нулевые младшие. Как бы, таких, за 90-го года рождения их уже мало остается. Ну, вот, мы уже говорили про то, что российские спортсмены одни из самых сильнейших в подводном плавании. А что скажете про Новосибирскую область? Как школа детское плавание, как взрослая, насколько мы, конкуренты, с насто способны на именно по России? Как это развивается вообще у нас? Чем не хватает, можно сказать? Ну, вот, на прошлых соревнованиях у нас получилось второе общекомандное место в Новосибирской области. В принципе, молодых кадров много, но, наверное, есть, скажем так, сложность в мотивации. Просто, если раньше это было интересно, то сейчас подрастающему поколению интереснее, не знаю, посидеть в телефоне, посмотреть сериалы, то есть их как-то стало сложнее завлекать. То есть просто на интерес они уже не идут. То есть их нужно либо как-то материально завлекать, либо, не знаю, ну, как-то вот... Неужели все так грустно? Вы так плохо думаете про молодежь, что им больше кроме сериала очень интересно? Нет, все не так плохо. Сериалы и деньги. Есть и перспективные спортсмены, но есть такая сложность. Вообще, насколько морально тяжелый и физический этот спорт вы бы своих детей отдали в плавание? Ну, именно в наше плавание, наверное, нет. Новосибирская или российская, или вы что имеете в виду? В подводную. В подводную спортсмену, он не меньше, чем у олимпийских спортсменов. Но вы не жалеете, что занимаетесь? Я не жалею, нет. Я люблю свой вид спорта. Меня привели в 11 лет. Я до 11 лет вообще не умел плавать. Вот, и как-то, не знаю, полюбил. И даже, учитывая, что нас иногда недооценивают, там, как-то, говорят, а, в ластах это вообще ж легко, что там одел, да поплавил. А не было желания переквалифицироваться? Пойти просто в плавание, не знаю, прыжки? Нет, ни разу. Можно, наверное, сказать, что чистокровный подводник. Я люблю свой вид спорта. Как вот фигуристы, допустим. Да, они бывают, были одиночники, а потом раз встали в пару. Или наоборот. А потом взяли и начали в хоккей играть. Или так, да. Нет, желания переквалифицироваться не было. То есть, как-то так, полюбил свой вид спорта на всю жизнь. И даже мысли не возникало, менять на что-то другое. Мне, как девочке, можете ответить, что тяжелее, плавание с аквалангом или плавание в ластах? Не скажу. И то, и то непростое. Ну, как бы акваланг у нас... Принципиальное отличие подготовки. Принципиальное отличие... Я не знаю, нет, наверное, руки должны быть покрепче, потому что у нас же акваланг, он... Это для акваланга. Да, у нас же он не за спиной, как в дайвинге, мы его держим в руках перед собой, когда плывем. И руками вы не гребете, получается? Нет, ну и когда в подводном плавании получается работают ноги, более спина. Но я ничего не понимаю, что вы так на меня смотрите? Ну, ласты, ноги, ноги. Ну, я девочка. Ну, с баллоном, наверное, может быть, немножечко там сложнее. В этом году так получилось, все-таки заняли второе место в прошлом году. Первое. Что чувствуете, когда не добиваетесь желаемого? Когда второе... Есть какое-то, не знаю... Раздражение внутреннее. Давайте так, прям, сильно грустите по этому поводу? Ну, немножко поунывали, и все, и хватит, как бы. Зато понятно, где какие ошибки, где какие недоработки. И как-то мотивировать на дальнейшую работу, на улучшение результата, на исправление такого фиаско. Но все-таки спортивный подход, да, такой должен быть, что главное не победа, и все такое. Главное себя развивать, да? И идти к своим... Нет, победа, как бы, это тоже важно. Как бы, тоже важно? Да, но просто нужно уметь принимать поражение тоже, видеть в этом опыт, а не так, что вот, я проиграл все, я больше не буду ничего никогда делать, и вообще забью на все на это. То есть нужно как-то уметь осознавать, почему это произошло, и исправлять это, чтобы этого больше не случалось. Вы к своему опыту уже научились так делать? Ну, да, то есть бывают какие-то там, где-то что-то не доглядели, где-то что-то прозевали, получилось хуже, чем хотелось, и к следующим соревнованиям уже исправляется эта ситуация. Что бы посоветовали начинающим детям, чтобы они не разочаровывались, по чему-то... Которые хотят заниматься этим видом спорта? Я думаю, главное терпение, потому что с первого раза там вряд ли у кого-то что-то получается, то есть на это нужно терпение, пробовать снова, снова и снова, и получится. Главное желание. Задерживать дыхание в ванной, да, когда плаваешь? Это тоже... Сколько вы можете без дыхания? Ну, у нас нет такой как бы специальной особенности. Неужели вы не проводили эксперимент дома, сам по себе? Нет, у нас есть тренировки на развитие дыхания, то есть где-то 2-2,5 минуты, ну, спокойно можно посидеть по-друге. С ума сойти! Давай с тобой проэкспериментируй. Нет, не давай. Спасибо большое, Алексей, нам действительно очень приятно, что в такой важный день для себя вы все-таки пришли. Нашли время, да, и пришли к нам в гости. И как и всех наших гостей, мы вас очень просим рассказать напоследок забавную историю из жизни. Забавная история приключилась вот как раз-таки во время поездки на Кубок России. Мой багаж не прилетел, а багаж для подводника это непосредственно его инвентарь, ласты, баллон. Плавки? Нет, плавки были. Это, наверное, вечная история всех спортсменов с перелетами, да? Все время что-то не прилетает. Самое главное это ласта, потому что без нее подобрать какую-то чужую, это очень сложно. И что же вы делали? Написали заявление на розыск. У нас получалось, мы летели до Москвы, с Москвы мы ехали поездом до местного значения. Но вот пока мы ехали в поезде, мне позвонили, что мой багаж нашелся, его привезли в Москву, из Москвы его отправили в Саратов, как бы ближе его не могут доставить. И пока вот мы в 6 утра, у нас была стоянка поезда за 40 минут, я успел съездить в аэропорт, получить свой багаж, вернуться обратно. За 40 минут? Да, и буквально там за минуту до отправления поезда. Как в кино бежал, да, за ним? Примерно да, такая миссия невыполнимая. Обалдеть. Успеть съездить за чехлом, забрать его и вернуться и опять сесть в тот же поезд. Здорово, еще и такое место хорошее заняли. Ребята, вот так всем бы брать пример. Спасибо большое, Алексей Казанцев, заслуженный мастер спорта, был у нас в гостях сегодня. И удачи в Италии. Спасибо.